Ну что ж, дорогие подписчики, здравствуйте, это подкаст о философии, как всегда с вами я, Алексей Шамутилов и его ведущий, Евгений Цуркан, философ, наш гость Вова Бухаров. Всем привет, Сева, привет. Просто через экран хотел с ним поздороваться. Ты сразу выдал? Что? Что Сева, привет, ты сразу выдал? Я думаю, что он смотрит, он точно смотрит сейчас. Мы должны были делать вид, что все как всегда идет. А все как всегда, да он просто смотрит. А, просто Сева, привет, наш подписчик на Boost. Самое главное, Сева ушел в продюсирование. Да, главный подписчик на Boost. Сегодняшняя тема – это общество риска. Соответственно, мы показываем, что риск может быть всегда, и, к сожалению, Сева заболел. Это был риск, он, наверное, всегда присутствовал, но сейчас получились неблагоприятные последствия. И, соответственно, теперь веду этот подкаст я какое-то время. Женя до сих пор держится, мы не смогли его исключить из этого подкаста. Он мне заразился, к сожалению. Вова тоже пришел. Стойкий иммунитет. Что такое общество риска, что такое риск, как это взаимосвязано, нам сегодня, как всегда, расскажет Евгений Цуркан, философ. И просто хороший человек. Надеюсь, спасибо. Блин, какое хорошее начало. Тысячу раз это делал. Спасибо за такую высокую оценку. Меня как человека. Хотел бы начать с одной истории. Ходил я на днях на одно комедийное мероприятие. Косинус какого-то синуса. Оно называлось. Энтропия молекулярного катангенса. Да, да, да. Энтропия молекулярного катангенса. Ну, косинус какого-то синуса. Такое нормальное название. Надо легче сказать. Может, это подумает. Энтропия молекулярного катангенса. И там я встретился с Алексеем Шамутило. Это я. И спросил, Алексей, почему ты не заходишь к нам на подкаст? И Алексей сказал, что если он придет, то станет ведущим. Шутил так Алексей Шамутило. И через неделю это самозбывающееся пророчество воплотилась в жизнь. Ты траванулся его. Быстрый карьерный рост. Это неважно. Просто так произошло. Действительно, самозбывающееся пророчество. То есть, надо правду визуализировать и аудиализировать свои желания. Ты программируешь вселенную. Немножко. Просто одной фразой. Вот и все произошло. Просто говори это, когда в очередной раз повышается количество заболевающих людей. Все, скорее всего, произойдет. Да. Наша жизнь связана с определенным количеством риска. Это достаточно очевидно. Однако слово «риск», сама концепция, она достаточно поздняя. Более того, об обществе риска заговорили вообще достаточно поздно. А самостоятельную концепцию, она сформировалась уже где-то к 80-м годам 20-го столетия. Если провести такой этимологический анализ вообще, откуда это слово взялось, то есть несколько концепций на этот счет. То есть, встречаются разные этимологии слова «риск». Кто-то возводит его происхождение к греческому «ризиком», «утес». Так оно попало и в итальянский, и в испанские языки, как «рисико», «опасное дело». Как вы думаете, почему это связано с «утесами»? Почему слово «риск» связано именно с «утесами»? Ну, детей некрасиво скидывали с «утеса». Кстати, не факт. Ты рискуешь оставить после себя такого же человека. Есть такая известная историческая, не знаю, насколько она подлинная, эта история про спартанцев, которые скидывали с «утеса». Но нет, нет. Может быть, раньше на «утесы» выходили, чтобы увидеть корабль, допустим, приближающийся, и всегда можно было не вернуться, потому что там был какой-нибудь ветер или «утес» мог обвалиться. Ну да. В целом это связано с кораблями в первую очередь. Потому что, наверное, одно из самых рискованных дел, рискованных как в финансовом плане, так и в экзистенциальном, скажем, вы рисковали своей жизнью, было связано именно с морской торговлей. То есть из всех кораблей, которые куда-то отправлялись, возвращались далеко не все. Так, да, тогда построили, наверное, это как пентхаус сейчас купить, построить тогда каравеллу. И она просто обкарал, оцарапалась и утонула. Она же еще и нагружена всякими разными товарами, которые ты вез куда-то, и это все тоже денег стоит. В общем... Да, ладно, ты золото вез, но если ты вез муку, то такой, блин, столько теста теперь в океане. Можно пирог смесить. Но золото в океане ты тоже не достанешь, если оно утонуло. Почему? Ну, а если оно утонуло на глубине, скажем, тысячи метров, кто за него нырнет? Какие-нибудь осьминоги специально подготовленные. Можно хотя бы записать, где оно утонуло. Да, как минимум по метру. Так, там же течение есть. Так, подлин, этого я не учел. Все, все что угодно. Тогда если оно утонуло меньше, чем на глубине, там 12 метров, тогда можно достать. А, это очень удобно, да, такое кораблекрушение. Но в целом, где-нибудь на мелководье. Тоже, если оцарапало, как вы начали сказал, оцарапало корабль, то это явно где-то на мелководье. Да, тут я согласен. Но, может быть, волны и прочие вещи. А можно просто заблудиться в море и типа там и остаться. Такое тоже случается. Не мудрено, что первые вообще страховые компании, первые своеобразные страховки появились именно у кораблей. То есть, такое, возможности работать с риском, современные в каком-то смысле экономические, они не такие уж и новые. То есть, вот страховали корабли, были определенные страховые выплаты на случай крушения. И так далее. Никлас Луман пишет, что вообще доподлинно неизвестно, откуда взялось слово «риск». Я вот только одну из этимологий назвал. Она необязательная. Кто-то говорит, что это слово «карабом» восходит, кто-то говорит, что его, наоборот, вообще в Испании придумали, да, и никакому греческому корню оно не восходит. Почему оно такое позднее? Потому что был другой способ работы с рисками. Риски вообще не связывались в древнем мире с деяниями людей, а, в общем-то, связывались с деяниями богов. Богов, бога, природы, чего-то такого. Поэтому были соответствующие характерные практики работы с риском. То есть, как мы работаем с риском? Мы там страхуемся, пытаемся диверсифицировать доход, не складывать яйца в одну корзину, ну и все, что можно услышать на лекциях по рисковому менеджменту, и от всяких людей, которые преподают нам личностный рост. А в древности работали по-другому, вспарывали животы и птицам. И туда засовывали деньги? Да, чтобы они сохранились, нет. Лети, птичка! Чёрт! Гадали, гадали по внутренности птиц. А, я думал, уменьшали риск в природе. То есть, немножко напряжение в птице рискованного, а не просто как бы немножко приспустить давление. Слишком много птиц. Это рискованно. Нет, подожди, что они гадали по внутренностям птица? Да, это знаменитое достаточно римское гадание. Были так называемые авгуры, это прорицатели, провидцы. И они занимались ауспициями. Ауспиция — это буквально гадание по внутренностям птиц. То есть, они вскрывали птичке животик и смотрели, как оно там ложится. И в зависимости от этого предсказывали, например, благоприятным или неблагоприятным будет погода. В случае, если были плохие знамения, то можно было тоже как-то договориться, задобрить богов. То есть, такая практическая магия. А Рим, он вообще, наверное, эталон практической магии. То есть, римская религия самая практикоориентированная. У них огромное количество различных практик магических на любой случай из жизни. Вот так люди боролись с рисками. То есть, риски не связывались с человеческими решениями. Риски всегда связывались с тем, что на нас как бы находит извне. Это может быть природа, бог, что-нибудь, но никогда не собственное человеческое решение. В 20 веке, не в 20 веке, а вообще, в эпоху нового времени эта традиция существенно переосмысляется. Во-первых, все секуляризируется, да, то есть, проходит некоторый процесс, в том числе его можно обозначить как расколдовывание мира, хотя это не совсем точно. Но все больше и больше внимания уделяется именно человеку, и его поступкам, и его практикам. Мир становится секулярным. То есть, бог, если есть, то он не вмешивается в мир, соответственно, все, что мы делаем, мы делаем сами. Человек становится так в центр мироздания. И это существенным образом переосмысляет как человеческое действие, так и человеческие вообще способы работы с риском. Но это, скорее, появляется еще один пункт рисков, потому что форс-мажорные обстоятельства это все равно что-то божественное получается. Что типа нет, дождь все равно из-за тебя пошел. Такого же нет? Кстати, насчет того, что дождь из-за тебя пошел. Знаете, есть интересные современные теории хаоса. Да. Которые говорят то, что микродействия могут иметь макровлияние. Ну, типа бабочки на одной стороне планеты может привести к цунами на другой. И непонятно, насколько такие вероятности вообще просчитываемы. В действительности это не просто еще один пункт, скажем так, рискованного поведения, но переосмысляется сама концепция риска в том ключе, что она вообще не связана ни с чем, кроме действий человека. То есть все, что не связано с действиями человека, цунами, землетрясение, метеоритный дождь, это опасность. То есть это объективная опасность. Построить дом на берегу места, где может быть цунами, на берегу пляжа, где может быть цунами, это опасность, а не риск? В зависимости от того, насколько вы понимаете, что вы делаете. Ну, смотри, это мои решения построить дом, но цунами – это внешний фактор. И, по сути, я рискую, строя дом рядом с местом, где может быть цунами. Но это если ты знаешь, что есть цунами, ты рискуешь. Да. То есть, смотрите, риск – это угроза, принятая во внимание, в действии. То есть, если ты смотришь такой в газету, и там, типа, каждый год на этом пляже цунами. Да, и ты такой… Жить с этим не можешь. А ты такой, а построю я-ка дом там, потому что там дешевле… Цунами устойчивый. Цунами устойчивый, да. Там сильно дешевле земля буквально. Да. Вообще ничего не стоит. Можно приходить и строить за доллар. Да. И никого вокруг нет. Вообще никто там не живет. Очень удобно. Просто смывает нахер раз в год. Да, вот. Именно это и есть риск. То есть, когда ты действуешь, исходя из некоторого понимания угрозы. Того, что может быть плохое развитие событий, не устраивающее тебя, но ты это принимаешь. Ты это принимаешь, да. Да. И чаще всего это может сулить выгоду. То есть, иначе как вообще мотивировать человека рисковать? Почему люди рискуют? Только, мне кажется, из-за большей быстрой выгоды. Да. Чаще всего это именно так. И более того, люди очень по-разному воспринимают и осмысляют риски. Риск, он в некоторой степени оторван от опасности. То есть, удобно было бы предположить, да, то, что, например, мы рискуем, исходя из определенных знаний об опасности. То есть, мы, например, можем всего не знать, да, и тогда мы будем все равно подвержены риску, но по незнанию. А если бы мы знали все, то мы бы сделали свои действия более надежными. На этом строится вообще классическая модель управления обществом, государством и так далее. Минимизировать риски, минимизировать ущерб. Чем меньше ущерба, тем лучше. Вот на этой концепции держалось, можно сказать, все нововременное представление о рисках. Знание – сила. Knowledge is a power itself, как писал Фрэнсис Бекон. Поэтому, чем больше мы знаем, тем лучше мы подготовлены к неожиданностям, которые могут наступить. То есть, неожиданности для нас уже не неожиданности. И поэтому мы уменьшаем долю риска со временем. Но всегда, конечно, есть какие-то вещи, которые могут пойти не так. И вот со временем мы узнаем все больше и больше, этих вещей становится все меньше и меньше. Замечательная концепция. К сожалению, все совершенно не так. И мир нелинейно детерминирован. То есть, нет такого, что если А, то обязательно Б. Вот такой жесткой линейной необходимости, к сожалению, в сложных системах можно очень редко встретить. Сложные системы имеют разветвленную сложную структуру, и там есть несколько возможностей действия, которые могут наступить с определенной вероятностью. И всех их все равно не просчитать, да? Во-первых, не просчитать, а во-вторых… Пока что, наверное. Вот в том-то и дело, что не пока что. Вообще всегда. То есть, именно в духе нововременной науки, и до сих пор у нее достаточно много приверженцев существует, случайность есть мера нашего незнания. То есть, все, что мы называем случайным, мы просто не додумались. Вот еще сейчас поизучаем природу, и случайность вообще будет исключена. Вот раньше мы думали то, что там, например, какой-нибудь молния – это Зевс стреляет и гневается, а теперь мы знаем, что молния, она вот при таких-то, таких-то обстоятельствах наступает и так далее и тому подобное. Однако мы до сих пор с большим трудом предсказываем, какая погода будет на следующей неделе. То есть, мы знаем, откуда берется молния, но когда она возникнет и где конкретно… И куда конкретно ударит, мы тоже не знаем. Хотя нет, если поставить высокую, то она ударит высокую. Громоотвод. Да, если поставить громоотвод, она ударит громоотвод, мы знаем. Знаете, кто изобрел громоотвод? Зевс. Круче. Железный человек. Бенджамин Франклин, который на 100-долларовой купюре. Какая-то есть история или просто это факт о нем? Он был ученым. Факт о нем, что он не был президентом Америки. Да, единственный не президент. Да, который изображен на деньгах. Мало того, что мир, который рассчитывается, вероятно, сна, это совсем не мир, который рассчитывается, исходя из необходимости. Ну, то есть, вероятность и необходимость – очень разные вещи, да? Когда я говорю то, что там, если я суну пальцы в розетке, и меня ударит током, это практически необходимая вещь, если там подключена розетка. Или необходимость – это если нормальное давление, и дистиллированная вода, то она будет закипать при 100 градусах. Если А, если мы нагреем воду до 100 градусов, Б, она закипит, то есть, там, перейдет в газообразное состояние частично. Вот. Соответственно, это жесткая линейная необходимость, детерминированность. А если мы говорим то, что там с некоторой вероятностью фондовые рынки завтра пойдут вверх, потому что на основании нашего анализа графиков… Твиттера… Твиттера Илона Маска, да. Мы считаем, что так будет, то может и не пойдет. И вот риск… Это вероятность. Риск, да. Это вот именно та штука, которая работает с тем, что… А, может и не пойдет. В этом проблема большая. То есть риск – это возможность предсказания, попытка предсказания без предсказания. То есть одно дело, да, когда мы составляем план и такие, типа, мы будем делать это, это и это, и в результате получим вот это. Другое дело, когда мы работаем с рисками. Мы будем делать это, и на этом этапе все может пойти не так, поэтому на всякий случай мы сделаем еще вот это и вот это. А потом на следующем этапе может еще раз все пойти не так, и мы, чтобы себя обезопасить, сделаем вот это и вот это. И на третьем этапе, и вот развивается древо решений и древо рисков. Рисков все больше и больше. И мы не в состоянии их предсказать. Мы в состоянии только обезопасить себя от них. Но только от определенных. То есть ты, например, можешь, прочитаешь в газете, да, то, что там изнасиловали девушку, потому что она была в короткой юбке. Какой-нибудь там сексист и мизогин написал подобное, и ты, например, решаешь, что я не буду больше никогда ходить в юбках, надеваешь штаны, и тебя сбивает машина. То есть ты обезопасил себя от рисков, но, очевидно, не от тех, которые тебя в итоге достали. И это хорошо, если просто собьет машина, она может сбить, и каким-то образом штаны оборвутся, и станут короткой юбкой. И еще одна статья в газете, и следующий уже человек, ну, следующий уже человек учтет этот риск, да? По идее, может учесть. Может учесть, да. Но... Он не будет уходить из дома? Да. Вот, кстати, человек, который полностью обезопасился от рисков, живет, значит, летел в самолете летом. Все, маски уже отменили, все. Сидят два японца, либо китайца. В химзащите. Просто вот так. Просто в белом вот в этом костюме, в котором куда-то заходят, у них маска, и вот это забрало еще. Понимаешь, вот они полностью вдвоем экипированы. И там, и я сижу, и такой, кто из вас... Кто из вас заставляет второго это носить? Весь самолет пустой, понимаешь, а эти сидят. И я такой, ну, это же ненормально. Этот человек пытается оградиться от всего возможного. В таком случае, ну, сиди, но вообще никуда не выходи. Где эта грань? Вот, это потрясающий вопрос, потому что это возводит нас к следующей проблеме. А следующая проблема заключается в том, что мало того, что риски носят вероятностный характер, так и еще, точнее, работают с вероятностями, так еще и люди по-разному на них смотрят. То есть, скажем, вы не назовете прогулку по улице рискованным предприятием. Да, но эти два... А эти назовут. Да. Потому что они рассчитывают риски совершенно иначе. То есть, в том-то и дело, классическая парадигма говорит нам о том, что если бы у нас было достаточно знаний, мы бы могли предсказать все возможные риски. То есть, чем больше фактов, тем больше эти факты попадают нам в знания, и мы лучше и более безопасно себя ведем. Но нет, на одни и те же факты разные люди смотрят по-разному. То есть, ты, который сидел без маски, ты же был информирован о том, что... Одиннадцать часов перелет. Одиннадцать часов перелет. Одиннадцать часов они с маской, с забралом, это просто... Да, ну то есть, они тоже, может быть, думали, что одиннадцать часов, поэтому так легко оделись. Они обычно еще двойной слой, просто еще в шаре. Да, вот этот... Экзоскелет, как из Fallout. И это прекрасный пример этому. То есть, и вы, и ты, и они были одинаково информированы. Да. То есть, нет такого, что ты чего-то не знал. Нет, я думаю, у них было чего-то больше. Потому что я в какой-то момент устал следить за коронавирусом, и я такой, просто убей меня, если тебе надо. Просто я смирился с этим. Я принял этот риск абсолютно. Возможно, они более информированы, и что-то их означает. Может быть, у кого-то из них есть какое-то аутоиммунное заболевание, и, понимаешь, да, это очень для них опасно становится. И поэтому они... Хорошо. Не знаю, какие вводные. Может быть, они вообще фанаты сериала «Во все тяжкие». Да, может быть, это просто новая японская... Очень легко, да. Ну, вот какая-то фишечка, они такие, блин, ну так классно ходить. Ну, плюс азиаты постоянно, уже давно они ходили в метро в масках, все время, когда я ее видел. А потому что у них до этого была эпидемия птичьего гриппа. Вот, если ты про китайцев. То есть, это уже не первая эпидемия, просто это первая пандемия, которая пошла из Китая и имела такие серьезные социальные последствия. Вот, поэтому они уже привыкшие ходить в масках. Но, хорошо, давай тогда составим мысленный эксперимент. Предположим, то, что ты и эти люди были абсолютно одинаково информированы. Так, давайте. И у них не было аутоиммунного заболевания. Они тоже Соловьева смотрели. Да, они смотрели Соловьева, который заботливо добавил титры на японском. Так. И получается, что факты, к которым вы имеете доступ, плюс-минус одни и те же. Но выводы, и, скажем так, не просто выводы, а ваше практическое поведение абсолютно различны. Хотя вы принимаете одни и те же факты во внимание. Да, так. Вот, и тогда вернемся к прогулке. Вы не назовете прогулку абсолютно каким-то рискованным действием. Однако вас может сбить машина, на вас может упасть кирпич, еще, еще. Вы просто не принимаете эти риски во внимание, просто потому что они невероятные. Они маловероятные очень. Да, они маловероятные. И в таком случае мы о рисках не говорим. То есть риск обладает определенный... Человек, который принимает на себя риски, должен обладать определенной долей сознательности. То есть мы не можем сказать, что человек, который пошел гулять, рискует. Но если человек страшно боится того, что его может сбить автомобиль, и предпринимает к этому, чтобы обезопасить себя от этого определенного действия, он принимает на себя риск. Хотя для всех остальных это вообще не является риском. То есть все зависит от определенной перспективы, с которой мы смотрим на факты. И это достаточно важно. Опять-таки, если, например, вы, вас жрет медведь, то это не рискованно, это просто опасно. Риска там никакого нет. Риск был, когда ты пошел в лес после спячки, типа в начале весны, с заягодами, намазанный медом, голенький, и кричал «Медведь!». Да. Вот это был риск. Это был риск, если, в действительности, ты принимал вот эту перспективу возможности того, что на тебя нападет медведь. Но тут тоже есть одна такая маленькая заковырочка. Мы очень часто говорим о том, что наше прошлое поведение было рискованным, хотя в момент мы не знали, что оно рискованно. Скажем, если с нами случается какая-то фигня, и мы такие, блин, вот я дурак, я должен был учесть эти риски, но я их не учел. Но вот в тот момент объективно рисков-то не было. Были опасности, возможно, которые ты не учел. Но риск появляется в тот момент, когда ты ретроспективно смотришь на себя и оцениваешь, вот я дурак, блин. Например, если сунуть два пальца в розетку, тебя ударит током. Это опасность, это угроза, это не риск. Но если ты электрик, то, соответственно, тебе нужно... Это, кстати, риск. Да, тебе нужно починить розетку. И у тебя там... Ты, в общем, не можешь проверить, обесточена розетка или нет, но ты выключил автомат. Ты выключил автомат, подходишь к розетке, и у тебя нет другой возможности. У тебя нет вот этой отверточки, которая светится, есть там заряд или нет. И ты такой, хорошо, рискнул. Берешься, тебя бьет током, и ты ретроспективно такой, вот я дурак, я мог себя обезопасить от того риска. Резиновые тапочки. Да. И ты такой возвращаешься в прошлое, и берешь эту отверточку, вставляешь, она не светится, ты снова берешься, и тебя бьет током. И ты такой, вот я дурак, нужно было проверить батарейки в этой отверточке. И так может продолжаться до бесконечности долго. Потому что это разветвленное дерево, да, которое так или иначе сулит за собой риски, дополнительные риски, еще одни риски и так далее. Полностью обезопаситься от риска невозможно. И приходится действовать всегда в положении и в состоянии риска. Тогда что же такое странное придумали социологи? Почему вдруг, неожиданно, в 80-х годах, да, начинают, причем несколько таких больших социологов, заметных, я бы даже сказал, бонс вообще социологии, социальной философии. Это Энтони Гидденс, Никлас Луман и Ульрих Бек. Почему они все начинают писать о риске, говорить о риске? И вот в том числе Ульрих Бек пишет книгу «Общество риска». Это что значит, то, что до этого общества были безрисковые, они были такие спокойные, как коровы в Индии, с ними ничего плохого не случалось, они не рисковали, они такие жили, блин, как хорошо жить. Чума вот только, но это не так страшно. И почему они вдруг решили? Может быть, потому что до этого никто об этом не говорил, поэтому они решили? Или много страховых компаний появилось? Концепция риска, как таковая, сформировалась раньше, в 80-х. Как я говорил, само слово появляется, в новом времени уже активно используется. И в 1921 году выходит знаменитая книга Фрэнка Найта, который с помощью понятия риска обосновывал предпринимательский доход. То есть риск еще и возникает в 1921 году как такая уже более традиционная категория экономики. До этого это не было в экономике? Не связывалось с предпринимательским доходом. Хотя, ну, до этого, например, это встречается у Фихте, который связывал в целом с доходом, но не предпринимательским, а землевладельческим. Но, тем не менее, скажем так, широкую известность приобрело после труда Фрэнка Найта. Короче, в чем смысл? Почему предприниматели, блин, так много зарабатывают? Почему они зарабатывают больше, чем рабочие? Если бы Маркс писал сочинение на подобную тему, он бы ответил однозначно, потому что… Они узурпаторы. Да, потому что они захватили средства производства, эксплуатируют бедных рабочих. Бедные рабочие поставлены в скотское положение выживания и умирают из-за конкуренции. В целом, до сих пор эта теория, это называется трудовая теория стоимости, она до сих пор активно существует, дискутируется, она не мертва. Марксизм живее всех живых. Но есть альтернативные теории стоимости, и в том числе теория того, что предпринимательский доход связан в первую очередь с риском. То есть предприниматель берет на себя риски, когда он открывает предприятие, это предприятие может быть невыгодным, он тратит свои деньги и вкладывает в производство. И время. И в результате это производство может быть никому нафиг не нужным, он ничего не продаст никому и прогорит. Непонятно только, почему ему за это доплачивают, потому что вообще-то рабочий тоже рискует. Чем он рискует? Лишится работы. Нет, он рискует потерять дом, он не рискует потерять то, что у него есть, он рискует не получить то, что ему пообещали. И это единственное, что... А предприниматель делает ставку на то, что он потеряет время, потеряет репутацию, потеряет средства. То есть он делает большую ставку на этот бизнес, привлекая рабочего. То есть если ты работаешь на меня, ты не рискуешь. Я рискую, взяв тебя на работу. Если ты окажешься долбо... Это моя проблема. Ты меня можешь уволить. Я могу тебя уволить, но я потеряю время, деньги, и мне нужно будет обучать нового сотрудника. А если им окажешься ты? Что значит? Что я, имеется в виду? Что типа как начальник? Да. То мой косяк, я взял эти риски, все справедливо, я проиграл. Я сделал ставку, я проиграл. Ну и не будешь мне платить зарплату. Типа, это разве не риск? Или разоришься, и я потеряю работу. Разве не риск? Потеряешь работу, не считаю риском. А то, что не будешь платить зарплату, как будто в нашей стране ты уже защищен от этого. Меня заставят тебе заплатить зарплату, и я уйду в минуса просто, и все. Я рассчитаюсь со всеми долгами и закрою как бы предприятие. А если тебя уволят, то ты берешь риск изначально, устраиваясь на работу на левого человека, работая на чью-то другую идею. Ты рискуешь быть ненужным в любой момент. Собственно, так мы, современное уже общество, работаем опять-таки с рисками, с дополнительными. Причем эти риски, они иной характер носят. И тут мы переходим к обществу риска и к книге Ульриха Бека. Главный, скажем так, философский тейк Ульриха Бека заключается в том, что, конечно, опасности были всегда. Мор, язва, чума, война. Просто на улице кто-то побил. Это не просто было всегда. Более того, этого раньше было больше объективно. Но современные общества отличаются от обществ предыдущих эпох тем, что современные общества сами производят риски. Причем они становятся рискоемкими, потому что индустрия и индустриализация несет за собой оборотной стороной повышение всевозможных рисков. Это глобальное потепление? Это глобальное потепление, это экология, это наши замечательные атомные электростанции. То есть они вырабатывают экологически чистую, замечательную энергию. До тех пор, пока что-то не случится. До тех пор, пока не Чернобыль. Да. То есть это самая, наверное, чистая энергия, которую мы сейчас можем получить, не считая, наверное, гидроэлектростанции. Но, тем не менее, оно связано с определенными рисками. И, в общем-то, получается то, что оборотной стороной самого прогресса, то есть не какой-то дополнительной издержкой, скажем, с которой можно справиться, а сам этот прогресс увеличивает степень риска и увеличивает кратно. То есть благодаря прогрессу мы, наконец-то, добились той великой точки цивилизации, когда мы по нажатию кнопки можем сами себя уничтожить. Раньше... Удобно. Раньше такого просто не было. Не могли, даже если бы захотели. Все человечество убить невозможно было, да? Угу. Типа лет 80 назад. Даже если очень хочется. А если бы было возможно, то было бы грустно во Вторую мировую. Ну да. А с другой стороны, если бы было можно, то, возможно, Второй мировой бы не было. Возможно. Ну да, это история, которая там терпит или не терпит сослагательного наклонения. И теперь есть всегда риск, что придет просто какой-то человек, для которого идея уничтожения всей планеты будет казаться очень классной. Да, появился и такой риск. Ну да, из-за того, что есть такая возможность. И наша задача, как общество, этого человека к подобным вещам... Не породить. Нет, породиться-то вам по-любому породиться, так или иначе. Ну что, мало психопатов, маньяков и так далее. У нас есть специальные учреждения, призванные работать с психопатами, маньяками и так далее. Даже два разных учреждения. Пеницитарная система, то есть тюремная система и психлечебница. То есть мы еще и ранжируем людей, которые так или иначе не попадают под общественную норму и специальные закрытые помещения для них строим, чтобы они там тусовались сами с собой и не мешали остальным добропорядочным гражданам ходить на работу и зарабатывать капитал. И нажимали на кнопки, которые ничего не сделают на самом деле. И получается то, что под обществом риска имеется в виду несколько вещей. Во-первых, появляются новые виды риска, которых просто раньше не было. Ядерное оружие, химические биотехнологические производства, генетические эксперименты и так далее. Очень часто возможностью работать с подобного рода рисками является элементарный запрет. Например, у нас запрещено клонировать человека. Но непонятно, сколько этот запрет будет держаться и непонятно также, все ли одинаково его выполняют. Где ты думаешь, где-то клонировать человека? Ну да. Типа условно читая. Кира Найтли. Кири Найтли, я видел. Это вообще один и тот же человек. Она же даже дублершей была. Да? Да. Такого не знал. Так нет, Кира Найтли была дублершей Натали Портман в «Звездных войнах». Вот. То есть, она буквально играла Натали Портман. То есть, она изначально знала это все? Я думаю, она в курсе, да? Врачи сказали. Когда стали из пробежья. Прикинь, их перепутали в роддоме изначально. Слушай, ну да, сейчас теоретически, кстати, давно, вот раньше про клонирование много нам говорили. Помнишь, лет 10 назад что-то овечку клонировали, еще что-то. И все такие, о, как, и сейчас что-то все притихли. И я вот только сейчас задумался, а что вы притихли? Что там? Что там делаете? Тихо там, по-любому клонировать. Но они официально вроде прекратили это делать. Но там, насколько я слышал, что... Но был бы я Китаем, я бы клонировал, я бы продолжал, я такой, нужно больше рабочих рук. Ну, например, в какой-то, по-моему... Им-то? Китаю-то? Ну, еще больше. Им-то сколько можно? Нет, именно рук. Именно рук. А это уже про другое. Это уже про этих химер. Там, по-моему, в какой-то стране... То есть клонировать просто руки, да? Вот достаточно. Вместо роба-руба. Клаба там. Не, как ты представляешь, ну, по сути, там, на каких-то производствах не нужен целый человек. Да. Нужна просто вот какая-то верхняя часть, допустим. И я думаю, что... можно же в целом попробовать клонировать, ну, человека с поврежденным мозгом. То есть, чтобы у него была просто одна функция, делать гвоздь. Это же... Да, вот в этом и начинается страх. Я теперь понимаю, почему клонирование. Потому что вот до чего мы разгоняем. Мне на работу, ну, мне на завод нужно 600 получеловек, которые вообще ничего соображают. И главное, чтобы слюни не пускали, потому что у меня уборщица тоже не справляется потом убираться. Она только по пыли. Да. И тебе привозят просто таких клонов. Так, похоже. Ты только что пересказал о Дивный Новый Мир Олдоса Хаксли. Да я помню. Подожди, о Дивный Новый Мир? Да. Там были разделенные люди. Были высшие, там, альфы, беты. Это Сома, это там. Или, подожди, Сома 1984 была. Нет, Сома была тоже в Дивном Новом Мире. В Дивном Новом Мире. Наркотик. И они там прекрасные оргии еще делали. Да. У них были. И нельзя было отказывать в сексе партнеру. Один партнер, это зашквар какой-то ужасный был. Да. Там моногамия считалась проблемой для общества. То есть, ты все самое главное выцепил в произведение. я просто не помню, где там были рабочие инвалиды. Повествование ведется от лица недо-альфы. То есть, альфа, который не настолько идеален, как остальные альфы. А в то же время там существуют целые касты биологически, генетически несовершенных людей, которые специально... Точно, уборщики. Да, специально. Уборщики специально генетически угнетены, и они просто убираются. Точно. Так и было. Да. Им это приносит удовольствие и радость. То есть, тут еще подкручено, чтобы им нравилось убираться. Там даже такие интересные подробности в книге были, что, например, люди, которые там работают где-нибудь верх ногами, их специально типа в зародышственном состоянии держат верх ногами, чтобы им было приятно и комфортно в таком положении работать. Удобно. Ну вот, да. Фантазия Олдоса Хаксли. Да, появляются новые виды риска. И, во-вторых, потрясения, которые испытывало человечество, чума, голод и стихийные бедствия, раньше всегда отдавались на откуп какой-то внешней силе, как я уже сказал. Сейчас же мы понимаем то, что чаще всего риски – это именно последствия наших собственных решений. Точнее, мы не понимаем, мы так именно задаем дефиницию понятия риска, что мы его отличаем от опасности. Вот это главная разница. То есть, когда мы, например, принимаем какое-нибудь экологическое законодательство, которое запрещает выхлопы углекислых газов, мы понимаем то, что это мы угнетаем природу, а не природа угнетает нас. Из этого следуют две вещи. Во-первых, что нужно налагать так или иначе ответственность. То есть, за землетрясение никто не виноват. Вот. Землетрясение – это опасность, угроза. Она может унести тысячи жизней, но мы не найдем виноватого. Но, если мы знали, что там сейсмоопасная зона, и если какие-нибудь чиновники своровали деньги на фундаменте, которые должны были заложить, чтобы избежать разрушения дома в случае катаклизма, вот у нас появляется риск, и вот у нас появляется виноватый. Это хорошо. А плохо то, что у очень многих рисков, которые мы сейчас принимаем во внимание, это прежде всего экологические риски, очень сложно обозначить виноватого. Хорошо, когда, например, есть какой-нибудь мистер Бернс, который сливает радиоактивные отходы, в реке у нас везде трехглазые рыбы. Тут можно сказать, ну, кто загрязняет, тот и платит. То есть, мы можем наложить на мистера Бернса санкции, заставить его соблюдать экологическое законодательство, придумать это самое экологическое законодательство и сделать так, чтобы его все исполняли. Например, там собраться все вместе в Японии, в Киоте и сказать, все, мы уменьшаем выбросы углекислого газа по всей земле, все быстро соблюдайте квоты по выбросу углекислого газа. Сокращайте там производство, делайте, что хотите, делайте их зелеными, но вот у вас квоты есть, выше их нельзя подниматься. А что делать, например, если речь идет о автомобилях? То есть, когда ты заводишь свой автомобиль, одно дело, когда ты нажимаешь на ядерную кнопку и уничтожаешь всю землю разом, ну ты однозначно нехороший человек, не надо так делать. А когда ты заводишь свой автомобиль, ты не нехороший человек, ты просто действуешь, исходя из своей рутины, ты привык, вот ты ездишь на автомобиле, но если мультиплицировать это действие, именно оно и приводит к тем экологическим проблемам, которые нас в данный момент интересуют. Ну, то есть, ты хочешь свалить ответственность за глобальное потепление на потребителей, которые ездят на автомобиле? Так вот, в том-то и дело, что это невозможно сделать. Невозможно сделать. Получается, мы все виноваты. Ты знаешь историю про пластиковые пакеты и вот это все, что на самом деле очень удобный ход был свалить на потребителя чувство вины за загрязнение окружающей среды. Не компании, которые производят огромное количество пластиковой упаковки, которые знают, что она будет выкинута после того, ради того, чтобы их продукт купили, под ним он ярче выглядел на полке, они делают все это. А потом они говорят, вы, потребители, плохо с этим, вы это делаете неэкологично. И заставляют нас чувствовать чувство вины брать эти бумажные пакеты или нести все в руках, думая, что таким образом я как-то защищаю планету. Глобально? Нет. Как раз мистер Бернс, который закупил миллиард пластиковой упаковки для своего миллиарда какого-то говна, который он не может продать без этой пластиковой упаковки, он это получается, он виновный. Да, потому что риск, вот насколько я понял, что с чем-то новым, новым изобретением или производством, это всегда сопровождается появлением риска, производится продукт и риск. Соответственно, тот, кто производит, тот и должен, тот неся ответственность. Тот отвечает. Это было бы удобно, да, и в целом современная юриспруденция, она тоже в целом исходит из подобных предпосылок, что вот кто производит, тот и виноват. Однако современные экологические проблемы это действительно, скажем так, общее дело, поэтому виноват мистер Бернс, безусловно, но не только он. Да, но и мы потребляем. И еще горькая ирония заключается в том, что однажды к ученым пришли и сказали, сделайте нам какое-нибудь такое вещество, которое бы, знаете, в воде бы не растворялось, в огне бы плохо горело, чтобы мы упаковывали продукты на века. Они такие, ну ладно, почесали репу, создали пластик. А теперь тем же самым ученым приходят и говорят, а сделайте нам тоже пластик, но такой, чтобы он был биоразлагаемым. А они такие, так. Так, это две разные задачи. Какого черта, да, мы сделали пластик для того, чтобы он не был биоразлагаемым. Зачем вы просите от нас биоразлагаемый пластик? Запакуйте в бумагу. Да, у вас до этого уже были эти опции. Да. И приходим к тому, что риск – это систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями, которые производятся самим же обществом. Модернизацией как таковой. И с этими угрозами и опасностями иногда очень сложно работать. Во-первых, потому что не все их одинаково вообще видят и осмысляют. А во-вторых, потому что иногда, когда особенно речь заходит об экологии, мы говорим о абсолютно незаметных опасностях. Скажем, принимается решение. Да, естественно, это все очень тесно связано с политическими и управленческими решениями. То есть, я как политик должен, если бы я был политиком, должен был бы принимать какие-то решения, которые бы отражались на судьбах большого количества людей. Я должен буду учитывать риски. Я хочу построить завод. Вот. И приходят экоактивисты и говорят, что вот этот завод, он будет там в какой-нибудь охраняемой природной зоне, будет загрязнять воздух. Есть вероятность того, что дети, которые родятся и будут жить там, будут от этого страдать. У них будет загрязненный легкий, вырастет хвост и еще что-нибудь. Проблема же заключается в том, что, например, я 20 лет буду строить этот завод. Этот завод станет градостроительным предприятием, градообразующим предприятием. Там появятся люди, они встретятся, потому что приехали работать на этот завод, поженятся, заведут детей. И именно про этих детей мы говорим, про то, что у них будут проблемы с легкими и хвосты. Их вообще не родится, если не будет завода. Нет. Они, может быть, родятся, но не в другом составе, в другом месте. Ну, это будут другие дети. Ну, да, другие дети от других людей. Угу. Ну, то есть, да, из-за завода родители туда приехали вообще в целом. Да. Если мы говорим про градообразующие предприятия, что ты производишь людей, и у них риск, с риском, что они будут больные. Угу. Ты просто, опять же, берешь на себя эти риски. Ну, вот, да, тогда ты говоришь, что родители виноваты, что решили родить детей. Но это, наверное, не очень этически приемлемая позиция. А почему надо искать виноватого? А, ну, потому что действие так или иначе очень часто сопряжено как с риском, так и с виной. И не просто виной, а, скажем так, с возможностью раскаяния. То есть, в само понятие риска входит то, что существует гипотетическая ситуация в будущем. Человек раскаивается и скажет, а, блин, зря я так сделал. Да, именно. То есть, в само понятие риска это входит. И в этом тоже проблема понятия риска. Он работает с будущим, которого вообще может и не быть. А может быть. А может быть, но иное. И получается, сколько рисков не закладывай, вообще могут быть другие риски, которые ты не учел. Вот. И поэтому важно то, что есть какая-то точка B в будущем, когда ты посмотришь на точку A и поймешь, правильно ты поступил или нет. Был там риск или нет. И насколько ты воспринял его всерьез. И такой, а, я был дураком. Так нельзя было делать. А когда мы говорим про такие экологические большие вещи, это еще и проходит десятки лет и очень сложно установить четкую каузальную связь, что конкретно к чему привело. Вот. С озоновыми дырами вышло, например, очень интересно. Вы же знаете, да, что озоновые дыры затянулись. Да? Во время пандемии? Нет, до. До пандемии затянулись? Да, то есть была очень большая угроза, озоновые дыры, таяние ледников, очень плохо. В Австралии была жоба прям вообще. Прямо над Австралией как будто была озоновая дыра. Над Австралией полностью, Да. Ну, как будто бы, мне так по новостям казалось. Не знаю точно, но знаю, что они затянулись. Возможно, это связано с тем, что изменили технологии, как там делают холодильники. А может, а может, не связаны. А может, просто затянулись. Типа очень сложно с такими гигантскими мега... Организмами, вообще-то системами. Да, мегасистемами работать. Потому что они не определены, причем не определены не только из меры нашего незнания. Действительно, мы многое не знаем, но они не определены еще потому, что в целом так устроено. То есть существует несколько вероятностей, несколько закономерностей, и может сыграть одна из них, может сыграть другая из них, может третья, может четвертая. И дело не в том, что мы не знаем, дело в том, что не определено. То есть, по крайней мере, это соответствует современным теориям систем, которые говорят о том, что там есть точки бифуркации, когда система может в одном состоянии быть, может в другом состоянии быть. И как об этом пишут, это определяется что-то типа броска монеты. То есть мы не знаем, какое будет следующее макросостояние системы, мы знаем предыдущее макросостояние, очень удобно потом уже, когда случилась какая-то очередная катастрофа, говорить, что эта катастрофа, например, этот обвал рынка ипотеки. Да, до восьмого года. До восьмого года ну буквально, наверное, никто не писал и не говорил о том, что ипотечный рынок это большая проблема и что он скоро коллапсирует. А как же этот Бэтмен? Да, как же Криштиан Бэйл? Как же Криштиан Бэйл? Он знал все? Ну, судя по фильму, он знал, но решил на этом денег заработать, а не... Так а все, кто догадывались, решили на этом денег как будто заработать? Нет, смысл того, что я хотел сказать, то, что да, возможно, кто-то прогнозировал, но опять-таки, эти прогнозы могли и не сбыться и рынок бы не коллапсировал или коллапсировал позже. Уже после коллапса мы точно знаем, что он 100% коллапсирует и у этого есть такая, 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 такая причина. Но вот предсказать следующий кризис и из-за чего он будет, и зачем смотреть, зачем наблюдать и какие факторы принимать во внимание, а какие не принимать, вообще куда смотреть и что хотеть там увидеть. Вот в чем проблема. То есть сильным и задним умом, как писал Достоевский. Когда уже все произошло, мы такие, а, так авария на Фукусиме произошла из-за того, что не было энергоснабжения у электростанции, что иронично. Давайте теперь поставим дополнительный энергогенератор рядом с каждой электростанцией атомной. И так сделали, да, сейчас рядом с многими электростанциями стоит дополнительный электрогенератор. Это защитит от будущих угроз? Ну, если они будут такого же типа, то да. Но вероятность того, что они будут такого же типа, ничтожно мала. Почему? Ну, будет что-то другое. Что-то новое. Типа тысячи голодных медведей атаковали атомную станцию. Да, 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 да. Но от этого риска мы уже защитились. От этого риска защитились. Хорошо. Но я говорю про то, что это дерево бесконечно. И можно защититься от очень-очень-очень многих рисков. В конце концов, можно выдернуть себе зубы, чтобы не прикусить язык. Это защитит тебя от риска прикусить язык сто процентов. Но это нерациональное поведение. Однозначно. Нужно придумать что-то другое, чтобы поменьше прикусывать язык. А от всех рисков, к сожалению, не уберечься. А как-то философия на это смотрит? Есть какой-то совет практичный для людей? Как, ну, не то, что минимизировать риски. Понятно, что они всегда будут присутствовать. Как? Есть, нет? Или это неприкладная наука? Так, ну, сейчас мы даже не столько в области философии, сколько в области социологии, да, на границе социологии и социальной философии определить, где кончается одна и начинается другая очень сложно. Если хотите каких-то практических советов, то, не знаю, есть так себе практические советы, ну, так себе эта оценка. Вот, возможно, кому-то они покажутся очень хорошими и умными. От Насима Талеба. Насим Талеб, дико популярный автор, который написал «Черного лебедя». Слышали про такого? Блин, мне просто показал дико популярный чувак из ВКонтакте, у него такие мемы с волком. По идее, это чувак, который постоянно постит волка, и там, типа, вся сила в клыках. Практический совет по рискам. Рискуй, братан. Рискуй, братан. Рискуй, тот не догонит ролика. Фотка с женщиной, такая, если б я не рискнул, она б не стала моей. Да, 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 да. Интересно, кстати, а в чем там заключался риск? Ну, подойти. Подойти. Быть... Отверженным. Быть осмеянным другими волками из-за получения отказа, да, да, да. Ауф. Хорошо. Да, чего там говорит Насим Талеб? Вообще, сама концепция «Черного лебедя» в чем заключается? Она тоже работает с вероятностями и рисками. Вот. Рискну предположить то, что метафора «Черного лебедя» берется Насимым Талебом из трудов Поппера, хотя я могу ошибаться. Вот. Просто у Поппера была достаточно знаменитая Карл Раймут Поппер, это этот философ, социолог 20 века. Мистер Поппер? Мистер Поппер. Очень знаменитый критик Маркса, Фрейда, Гегеля и написал «Открытое общество его враги». Тоже такой очень большой труд интересный. Он критиковал индукцию. В чем вообще заключается проблема с индукцией? Индуктивное знание – это знание, основанное на прошлом опыте. Для индукции что-то из физики. Это какая-то контурка. Это тоже из физики. Индукция в том значении, в котором я сейчас употребляю, это из области логики. Я сейчас объясню, что такое индуктивный метод. Индуктивный метод – это, например, я вижу одно яблоко, которое падает вниз. Вижу другое яблоко, которое падает вниз. Вижу Платона, который падает вниз. Вижу книжку, которая падает вниз. И на основании многих и многих наблюдений я делаю вывод, генерализующий все мои наблюдения, что все падает вниз. А потом я могу тоже генерализующим выводом из этого сделать вывод о, скажем, законе всемирного тяготения. Вот. О том, почему. Объяснить, почему. От частного к общему. От частного к общему. Да, это индукция. Какие есть проблемы... Хотя у Шерлока Холмуса, получается, он индукцией пользовался, а не дедукцией. Да, вот это проблема. Ну, кстати, самому Артуру, сэру Артуру Конану Дойлю указывали на то, что не пользуется Шерлок дедукцией. Он говорит, да, типа, и что? Какая разница, слово красивое. Все равно никто читать не будет. И сейчас до сих пор никто не исправил, да? А зачем исправлять? Ну, пользоваться? Ну, он так отрисал. Мы не говорили потом всем подряд. Кстати, в конце концов, там же по фабуле Шерлок знал только то, что ему нужно было знать для того, чтобы разгадывать преступление. Возможно, он такой, логика, нафиг логика, типа, я и без него могу разгадывать преступление, правильно? Правильно, вот по пеплу определю, какой там табак курили. И выведу себя на убийцу. Да, что там с индукцией? Есть проблема неполной индукции. Сколько бы мы не наблюдали явлений, следующее явление может противоречить нашим наблюдениям. Ну, теоретически, то есть, книга может упасть на потолок? Да. Чисто теоретически. Чисто пасть к теории. И тогда это полностью опровергнет всю нашу предыдущую теорию о всемирном таготении и так далее. Потому что чисто теоретически мы можем всей комнатой выпасть из самолета и перевернуться. И тогда книга упадет на потолок. Нет, но она же все равно будет лететь на землю. Это не нарушит закон. Но в запахнутой системе, где у нас зашторены шторы, и мы в одной комнате выпадаем из самолета. Ну да. На основании неполного знания мы подумаем, что закон всемирного тяготения не верен. И из-за этого получается то, что на основании наших предыдущих наблюдений, когда мы делаем прогноз, он может оказаться неверным. И вот этот неверный прогноз и называется черным лебедем. Вот. То есть, это какие-то вещи, которые мы прогнозировали на основании нашего прошлого опыта. Ну то есть, каждое утро мы видели каждый день белых лебедей, и мы подумали, все лебеди белые. Типичное обобщающее осуждение. Потом видим черного лебедя, и такие... Все лебеди белые или черные. А потом серого, и такие... Все лебеди или черные, или серые, или белые. Ну и так далее. Пока не встретим лебедей всех. Оттенков, которые только существуют, и придется просто сказать, лебеди есть. А какого цвета, типа, решайте сами. Знаете ли, цвет вообще штука относительная. И на основании этого Насим Талеб делает несколько, типа, рекомендаций предпринимателям, в первую очередь, и людям. Вот. Во-первых, признаваться себе в своем незнании. Вот. То есть, не быть уверенным. Уверенным, что ты вообще суперосом. Так. Да. что если ты абсолютно уверен в каком-то положении, ты будешь искать информацию на основании этого положения, и подтверждающая информация всегда будет тебе встречаться, а неподтверждающую информацию ты будешь просто игнорировать. Поэтому те риски, которые в целом и в принципе могли бы быть тобой учтены при твоем поведении, будут не учтены именно из-за... Из-за твоей уверенности. Да. Из-за твоей узколобости. Угу. Вот. Это во-первых. А во-вторых, он советует недоверчиво относиться к каузальным моделям типа «потому что». Поясни. Это связано напрямую с тем, что мы говорили раньше. Вот. Есть, скажем так, модели «если то», связанные с железной необходимостью. То есть, если случится событие А, то непременно случится событие Б. Это четкая причинно-следственная связь. Вот. И Насим Талеб рекомендует в сложных жизненных ситуациях не опираться на вот эту четкую причинно-следственную связь, а работать с вероятностями и рассматривать ряд возможностей. То есть, может быть так, может быть так, может быть так, а может быть так. И защититься по возможности вот от каждого из возможных сценариев. То есть, вместо того, чтобы мыслить линейной вероятностью, мыслить возможными сценариями развития событий. и учитывать в своем действии их все. Вот такие два совета дает Насим Талеб. Не знаю, насколько они применимы к жизни, но вроде что-то практикоориентированное. Вот. Кстати, с легкой... Все просто похоже на совет не обязательно с рисками связанной. Все время сомневаетесь во всем. Да, да, да. Просто хороший совет. Критическое мышление как будто бы опять. Ну, в целом, да. Да, но почему я сказал то, что так себе советы, мне они показались достаточно очевидными. Да, поверхностные, типа такой. Но некоторые вещи необходимо постоянно проговаривать. Согласен. Хороший, конечно, теоретик. не боится банальностей, но вот сижу я и хочу вложить все деньги в акции Сбербанка. И вот что конкретно мне нужно... Делаю это, ну, скажем, где-нибудь в январе этого года. Что конкретно мне нужно учесть при этом, я не совсем понимаю. Нет, ты должен учесть как минимум знания, которые дают большинство книг, вообще большинство источников по инвестиции, диверсификация рисков, про которую ты говорил в самом начале. Поэтому вложить все деньги в акции Сбербанка плохой совет, если ты хотя бы чуть-чуть подготовился и почитал вообще... Хорошо, в январе этого года в какие акции мне нужно было вкладываться? В январе этого года. Это хороший вопрос. Я вот про эти риски и вот про эти. Хорошо. Но все равно ты должен был следить за другими событиями тогда, которые влияют на акции. И тогда ты тоже должен этот риск был тоже учитывать. Да, но на тот момент было непонятно, деньги тоже начинают обесцениваться, то есть непонятно, что твои сбережения... Что конкретно нужно учитывать. Да, что конкретно нужно учитывать. То есть условно я с этими мыслями не в Сбербанк, а поехал вот в Коста-Рику, потому что я такой земля, а-а, это что-то, чего никогда не было. А тут типа будет. И вот это вот раскладывание по разным корзинам. Может быть, тут еще все время ну это такое предположение, что риск зависит от... Каждый раз, видимо, какое-то есть главное событие и оно длится какой-то период и в этот период надо учитывать риски, связанные с этим событием. В том-то и дело, то что до того, как катастрофа произошла, практически невозможно учитывать риски, связанные с этим событием, оно кажется невероятным. Как ковид, как многие экономические кризисы, они кажутся невероятными, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А вот уже после того, как случилось... А, ну понятно, так должно было быть. Так должно было быть. И начинают подстраивать гигантские такие как раз такие линейные причинно-следственные связи, потому что так произошло и не могло быть иначе. Все именно к этому и шло, и все именно к этому и привело, но только после того, как катастрофа произошла. А до того, как она произойдет, она не мыслится, потому что она немыслима. Да, я просто пытался подумать насчет того, что нужно как раз в момент после катастрофы, до, наверное, периода ее какого-то устранения или как-то ее затухания действия, то есть вот в этот момент как будто нужно ориентироваться все время на нее, но тут тоже невозможно, потому что непонятно, как все будет вести и сколько она будет длиться. И закончится ли она когда-либо вообще. Любая катастрофа. Да, например, и кстати тоже, опять-таки, связано с опасностями, рисками и угрозами. Скажем, ковид. Очень опасная вещь, судя по социальной реакции, которая была произведена. То есть правительство многих стран приняло во внимание эту опасность и чтобы минимизировать риски среди населения, смерти, например, объявило там всеобщий локдаун. В том числе и российское правительство тоже объявило локдаун. Не ввело чрезвычайное положение, а именно я точно не помню, как там юридически обстояло дело, но нужно было дома сидеть, а издержки брали на себя, насколько я понимаю, работодатели. Сейчас у нас статистика заболевания примерно на уровне первых двух волн. Так. Всем наплевать. Даже маски не носим. Ну да. То есть угроза осталась вроде бы той же самой. Риски рассчитаны совершенно иным образом. Потому что есть уже опыт предыдущих лет. Возможно, это связано с опытом. Возможно, это связано с тем, что в целом там другие приоритеты могут быть. Подожди. Риск – это сокращение издержек в первую очередь? Это связано с сокращением возможных неблагоприятных ситуаций. Но нам не хочется, чтобы создавались неблагоприятные ситуации, но рискованное поведение оно принимает во внимание эти самые неблагоприятные ситуации. Соответственно, просто... Ну, я просто про эту ситуацию говорю. Надо рассчитать, какие издержки больше всего волнуют. То есть там денежные. И если, соответственно, больше издержек будет из-за того, что опять вводится масочный режим, то это будет хуже, чем если много людей заболеет. Проблема в том, что это невероятно сложно калькулировать. Потому что, например, как вы помните, когда вводили масочное перчаточное, и режим, и всех сажали по домам, очень много разговоров было про то, что а как же там работодатели, а как же ВВП, а как же то, мы все там умрем, экономика остановится и так далее. То есть получается, решение посадить всех на локдаун было очень рискоемким. Связано с большими издержками для экономики, которые могли бы разрушить экономику в целом. но не разрушили. Именно риск – это то, что может быть, а может не быть. И сказать с вероятностью 100%, что это действительно произойдет так, потому что если вы делаете вот это, вот это и вот это, вы получаете на выходе вот это, становится невероятно сложно. Поэтому как ни калькулируй, в действительности тебе все равно придется работать с рисками. и это уже одна из главных идей, которые предлагает нам Никлас Луман, который говорит то, что классика работы с рисками заключалась в том, что риск противопоставлялся надежности. То есть с одной стороны, у нас есть рискованное решение, которое может привести больше дивидендов, но может привести к какой-то неприятной для нас ситуации. А есть надежное решение, которое ни к чему не приведет, ну и опасностей не будет. Вот в действительности, когда мы рассчитываем из точки, как поступить, для стороннего, нам ясно. То есть нам ясно то, что на основании наших знаний вот это надежный вариант, это ненадежный вариант. Ну то есть, грубо говоря, купить облигации федерального займа, это надежный вариант. А купить акции... Вернгалактик. Да, это ненадежный. Совсем. Вариант. Вот. Не у меня средняя нормальная, у меня не 60, у меня пониже. Вот. И даже самые консервативные, получается, возможности инвестирования все равно могут оказаться ненадежными. Это во-первых. Во-вторых, так или иначе, для внешнего наблюдателя будет очевидно то, что вы на самом деле сами сконструировали ситуацию, в которой один из вариантов надежный, а другой вариант ненадежный. То есть, для человека, который вообще никогда ни во что не инвестировал, даже вкладываться в облигации... Тоже ненадежным, кажется. Абсолютно ненадежно. И более того, депозит в банке открыть будет ненадежно, потому что ему, например, в 90-х когда-то... Сказали, что в банке могут не выдать деньги. Так ему просто и не выдали. Да. Или выдали, но это были уже не те деньги, которые он туда вкладывал. Вот, получается то, что для вас надежно, для другого человека может быть абсолютно ненадежно. И в действительности, если мы говорим не о наблюдателе первого порядка, который делает, например, выбор, или рассчитывает риски вот этого выбора, а о наблюдателе второго порядка, который наблюдает за первым, то в действительности вилка стоит не между риском и надежностью, а между риском и опасностью. Ну да, и невидимым риском, скажем так. Да. Непонятым риском. Да. Неосознанным риском. Или тем, которые мы не... Ну в целом, да, тем, которым мы не принимаем во внимание, и тем, который случись он, это будет как бы не наша ответственность. Ну и лучше выбирать невидимый риск, да? Конечно. Да. Такой замечательный пример. Потому что невидимый риск, он всегда будет присутствовать, даже если ты выбираешь риск, наверное. Да, конечно. Более того, ты можешь выбрать рискованное решение, оно действительно будет рискованное, но совершенно не по тем причинам, по которым ты думал, когда продумывал это решение. То есть, опять-таки, ты надел штаны, чтобы не изнасиловали, а тебя сбила машина. Вот. Это такой, нет того риска, я защищался. Хороший пример, который приводит сам Никлас Луман. Проводили ракетные испытания и решили то, что не надо подвергать население риску того, что какая-нибудь ракета куда-нибудь не туда полетит или обломок от ракеты куда-нибудь обрушится. И нужно эвакуировать вертолетами большое число лапланцев на то время, когда будут проводиться ракетные эксперименты. То есть, риск тут заключался в том, что на бедных лапланцев обрушится ракета и они умрут. Да. Статистически было гораздо более вероятно, что эти самые лапланцы во время перевозки эвакуации их на вертолетах разобьются на вертолете. Потому что вертолеты часто бьются. Да. Гораздо чаще, чем ракеты, которые достаточно далеко от тебя, летят в твою сторону, потому что там что-то не так с навигатором. Но получается то, что разбиться на вертолете это опасность, а не риск. А ракетные испытания это риск. Вот для той структуры, которая принимает решение. То есть, понятно почему, да? Смотрите, мы провалим... А если они им выдали парашюты в вертолете, тогда они уже воспринимают вертолет как риск. Да, тогда они уже воспринимают вертолет как риск. То есть, зависит от решения. Я, вот, политик, сижу такой и говорю, мне очень хочется провести ракетные испытания. Прям умираю, как хочу. Но я не хочу подвергать человека, людей, которые там живут, риску. Поэтому я минимизирую риски и эвакуирую их оттуда. Не воспринимая то, что эвакуация... Тоже риск. Тоже риск. Потому что для меня она не риск. То есть, я ее не принимаю во внимание вообще. Она просто опасность. То есть, не принимает со мной во внимание, однако действительно опасно. Легче пример приведу. Например, я аэрофоб и очень боюсь летать на самолетах. поэтому я выбираю поезд. Чтобы снизить риск. Поезд взрывается, я умираю. Для меня поездка на поезде была достаточно обыденной, рутинизированной. Я ее не воспринимал как опасную. Я не считал то, что поезда вообще могут взорваться. Поэтому я попытался сократить свой риск и поступил статистически неверно, потому что поезда в целом разбиваются чаще, чем самолеты падают. Но самолет я воспринимал как риск, исходя из своего, из своей парадигмы и своего видения. А поезд я не воспринимал рискованным транспортом. Так, например, очень часто люди предпочитают на машинах ехать, хотя это самый рискоемкий вид транспорта в отличие от самолетов. С другой стороны, если, например, я выбирал из двух самолетов и выбрал один, и он взорвался, и я умер, это тоже не была ситуация рискованного выбора, потому что я выбирал самолеты не на основании риска. Я не хотел на себя принимать риски, чтобы, например, сократить цену билета. Вот если я решил полететь на кукурузнике, потому что он дешевле, он разбился, тогда да, это рискованное решение. Если я выбирал между двумя самолетами на основании того, какой мне удобнее, не зная то, что один из них заложена бомба, это нерискованное поведение. Это простое решение, которое не работает с рисками. Вот. И получается то, что в действительности риск различается не от надежности, а от опасности. То есть в 21 веке из-за того, что мы научились работать определенным образом с рисками, у нас есть вот эта вот рациональная парадигма того, что есть риск и как риска избегать. Наши техногенные факторы, да, то есть ядерное оружие, АЭС и так далее, поставили нас в такую ситуацию, когда каждый день возможно катастрофа, которая в целом отменяет правила игры. то есть есть игра в монополию, да, там есть риски, но они пропечатаны в самих правилах игры. А катастрофа это человек, который переворачивает стол, когда ему игра не нравится. Такие риски не могут быть учтены в самой игре. Игра играет по своим правилам. Вы можете, например, диверсифицировать свой доход, вложиться в разные вещи, поменять деньги на разные, скажем так, валюты. Но ядерная война обесценила все валюты, и камни теперь, бутылочки, пробки из-под колы теперь решают, и все. И вот твои все сбережения, диверсификация пошла нахер. Да, или наступил коммунизм. Ну да, или землю, например, которую ты себе купил, вдруг она стала общей, и ты такой... Национализировали землю. Национализировали землю, и ты такой, ну здорово, а кому я денег отдал? И за что? И за что? И какие деньги вообще? Блин, мне бы сейчас пробочек найти. И вот такие как бы катастрофы, которые как бы переворачивают правила игры, которые выступают теми самыми черными лебедями, которые абсолютно непросчитываемы, они являются, являются всегда неожиданно. И уже после этого они входят в учебники, как рядом с электростанциями АЭС прирастают вот эти дополнительные электрогенераторы, так и в теории прирастают такие дополнительные вещи, которые нужно учитывать каждый раз. Каждый раз это новые и новые вещи. Это нормализует состояние катастрофы. То есть, Жижик об этом, вот он, говорит, что the problem of capitalism that it is in crisis from its very beginning. То есть, то, что капитализм в целом, во многом очень сильно ориентированная на риск система, она такая рискогенная, она по-другому работает с богатствами, с кредитами, с рынками, она рискогенная. Плюс у нас появляется все больше и больше рисков в этом смысле осознанных в обыденной жизни. То есть, например, капитализм порождает краткосрочные формы занятости, это называется прикарность труда, когда ты точно не знаешь, когда вот все завоевания, скажем так, профсоюзов 20-го и 19-го века, когда там типа полная занятость, больничные, отпускные, невозможность тебя уволить просто потому, что захотелось так вот сегодня, вот решил тебя уволить и уволю. Нет, нельзя, есть трудовое законодательство, там предупреждай за несколько недель, потом еще и выплачивай. Три отклада. Да. Вот эти все вещи, они в 21-м веке, после неолиберальной революции, постепенно уходят, очень многие новые профессии, новейшие профессии уходят на фриланс, то есть там нет, там оплата больше чаще, но там нет никаких гарантий занятости, то есть сегодня поработал, сегодня побегал, завтра можешь не поработать, не побегать. Все эти риски принимает на себя человек. Например, снимать квартиру, а не покупать квартиру, снимать машину или брать ее в каршеринг, а не покупать машину. Это экономически выгодно в краткосрочной перспективе, но это накладывает дополнительные риски. Но это вот то, что на микро уровне. На макро уровне основной тезис, один из основных тезисов Бека заключается в том, что капитализм и индустриализация сама производят такие механизмы, которые запускают вот эту вот максимизацию риска, максимизацию незащищенности, и в этом смысле происходит революция в политике или должна произойти революция в политике, и получается так, что вот индустриальное общество, которое зародилось там в новое время и до сих пор до конца 20 века жило, оно погибает, и ему на смену приходит общество риска. Когда нету различий, это уже такая очень спорная позиция, когда пропадают различия между богатыми и бедными, потому что все уравниваются перед лицом катастрофы и перед лицом всеобщего страха. То есть бесполезно бороться за пирог общественного благосостояния, если весь пирог окажется отравленным экологическими проблемами. И если в 20 веке вся политика осуществлялась на фронте как раз дележки благосостояния, кому больше, работодателям или рабочим, левый ты за рабочих или правый ты консерватор, соответственно, за работодателей. И вот такая постоянная борьба и грязня между лейбористами и какими-нибудь сторонниками свободного рынка. Вот это уходит в прошлое, и сейчас, соответственно, должна поменяться политическая модель, которая будет воспринимать те экологические и технологические риски, которые возможны. Что следующее будет после общества риска? Как ты предскажешь? Тут еще нет. Полаут. Общество противогазов. Опять вот очевидно. Общество рисков тоже, получается, не очень-то наступило. Он-то писал это достаточно давно. А мы знаем то, что во многие парламенты действительно вошли экологические партии и партии зеленых. Но, во-первых, они там не имеют какого-то большого количества мест. Во-вторых, они не определяют так или иначе политику большую. Ну вот. Ну то есть, там, на ту же Европу, если посмотреть, сколько там разговоров о зеленой энергии и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, большинство энергии, которая сейчас вырабатывается, она вырабатывается на углеводородах. Ну да. Этой зимой будут херачить уголь опять. Так что, видимо, мало разговоров про зеленую энергию. Ну и кроме того, все равно на повестке дня практически во всех национальных странах так или иначе вопросы неравенства, вопросы поляризации, то есть, вопросы деления, благосостояния. А далеко не экологические вопросы. Вот. И более того, там сейчас очень часто слышатся упреки, что вообще разговоры об экологии это такая своего рода опиум для народа. Это отвлечение внимания от действительных проблем, а действительные проблемы это, конечно, вот те самые классические проблемы 19-20 века, то есть, левые против правых, социальные пособия против свободного рынка и так далее и тому подобное. Так что, этот прогноз, как мы можем видеть, не очень активно сбывается. Но сама вот эта теория о том, что общество стало очень рискогенным, она, конечно, заслуживает большого интереса. Получается, глобально когда-нибудь, ну, то есть, мы же увеличиваем количество рисков постоянно, да, правильно, как я понял? Да. Ну, в какой-то момент будет очень опасно жить. Да, вот сейчас. Если не сменим курс, нет, еще более опасно. Типа, сейчас пока повисало, появилась только надвисающая возможность красной кнопки, которая уничтожает, типа, все. Что будет дальше? Ну, дальше, конечно, каждая новая технология, будет порождать все новые и новые техногенные риски. Ну, поэтому вот эти все книги фантастические про будущее, когда уничтожена реально планета, уничтожена, и нам нужен постоянно спецкостюм, чтобы находиться на улице, потому что там либо ветра, либо температура, либо солнечные лучи, которые просто рак кожи... для некоторых уже, видишь, наступило такое время, они летают с тобой в самолете. Да, для некоторых уже наступило. Просто приучают себя саранее. К Фоллауту? Угу, потихонечку. Потом зато удобно. Будут учить всех, как быстро надевать костюм. А Фоллаут это что? Это тоже общество риска получается? Сильного риска. Общество мощнейшего риска. Это общество катастрофы. Общество катастрофы, да, окей. Да, постапокалиптичный мир, это, конечно, всегда интересно. Да, то есть у них уже не риски, а у них уже опасности во многом просто потому, что, ну, скажем так, те риски, которые сыграли и привели их к такому состоянию, уже сыграли, они не были учтены. Вот, и ретроспективно мы можем сказать, а, так, надо было не вкладываться в эту акцию, а надо было сделать так, чтобы ядерной войны не было. Точно. И что в итоге? Нам нужно минимизировать риски, которые у нас, которые мы уже видим, да? По Ульриху Беку нам нужно полностью изменить нашу современную политику, причем эта политика должна меняться как, вот, собственно, государством, так и социальными движениями, которые тоже принимают эти риски, понимают эти риски и тоже пытаются способствовать делу планеты спасения. Однако, ну, по крайней мере, в данный момент этого активно не происходит. То есть, эти риски есть, но они воспринимаются с разной степенью интенсивности. Единственное, что можно сказать, то, что вот ситуация страха, возможно, точно из-за распространения СМИ и из-за вообще работы современных обществ, она стала постоянной. То есть... Напугать человека просто стало. Напугать человека просто стало, и как бы, когда ты, скажем так... Было, наверное, просто, просто теперь это доступно. Это работает за пару часов. Страх доступен всем теперь. Ты придумываешь фейк какой-нибудь дурацкий, и через пару часов он разлетается, и все начинают бояться этого фейка. В целом, да. Возможно, и такое. И вообще, как работают, если взять любую газету, ну, разве что, кроме каких-то специализированных на кроссвордах или еще чем-нибудь, то это такая театр ужасов. Там кто-то умер, там что-то разбомбили. Здесь кто-то угрожает. Да, да, да. И если раньше ты там, например, следил за, условно, своей деревней, да, и кто там умер, ты был в курсе, и что там случилось, ты как бы был в курсе, тоже были свои опасности. Конечно, могла чума прийти в деревню, могли монголы прийти в деревню, могло еще что-нибудь плохое случиться, могла корова не дать приплод или не урожай случиться. Опасностей много. А сейчас ты наблюдаешь за всеми опасностями и угрозами в мире 24 на 7. типа кто-то заболел какой-то новой болезнью в Африке. Ты такой, а, опять коронавирус. Ничего, да. Причем риски всегда есть, просто постоянно теперь о них напоминают. Да, просто... Ты теперь всегда знаешь. Да. не были. Угрозы всегда есть, правильно говорите. То есть, СМИ переводят вот эти опасности в угрозы и начинают продавать нам эти угрозы. То есть, почему СМИ вообще себя так ведут, почему они так любят писать про всякие гадости. Потому что люди любят читать про всякие гадости. Да, да, да. Это интересно. Просто интересно. Потому что это касается тебя непосредственно. Кажется, что это касается тебя. Это трогает, трогает какие-то что-то, какие-то эмоциональные. Ну, короче, интереснее на что-то, что-то... Вот еще. Мы любим смотреть, то есть, это правило вообще телевидения. Ты даешь человеку тот опыт, который он хотел бы получить, пережить, но у него на это не было. Сил, времени, денег, он никаким образом... То есть, почему интересно смотреть было за Жаком и его кусто? Ну, всем интересно, что там в океане, что там за рыбками. Такой смелый, со всеми... Вот он переживает опыт, который любой человек сидит на диване и хотел бы пережить. И поэтому, когда тебе показывают... Ну, вот так вот, я бы не хотел, чтобы меня расчленили, но мне мозгу интересно. Понимаешь, что это? Поэтому я бы посмотрел... Это не просто человек сидит на лавочке. Это расчленяют. Ну да, этому мы придаем значимость. Мы не придаем значимость человеку, который сидит на лавочке, потому что, типа, плевать. Сидит и сидит. Я тоже могу посидеть. Да, то, что кого-то расчленили, это, конечно, что-то из ряда вон выходящее, поэтому интересное. То, что кто-то снял котенка с дерева, в целом тоже может быть рядом из вон выходящего, но почему-то об этом газеты не пишут. И читать про это не особо интересно. в середине 2000-х всегда была в конце новость. Помнишь, были новости, 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 и потом котеночка сняли с дерева, собачка, которая делась, и все время я прям помню этот прикол, когда все выпуски новостей заканчивались одной очень хорошей новостью про какого-нибудь милого животного. Кто-то родился. Родился в зоопарке пингвиненок, и все такие, боже, как здорово. Есть такая новость, но эта же новость появилась как реакция на то, что СМИ постоянно торгуют ужасами. Да. Что они такие ужас, 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 котенок. Да. Ну хоть котенок родился, слава богу. А то кажется, что все совсем безвыходно и безвылазно. Есть опасности. Они могут быть иллюзорны, могут быть объективны, но угрозами их делают СМИ, политики, то есть они как бы тиражируют и продают различные угрозы. СМИ продают вам угрозы, потому что вы их покупаете и любите читать. Политики продают вам угрозы, чтобы, например, потом предложить вам безопасность. То есть вот мигранты заберут рабочие места, солнце завтра не взойдет, а если выберете меня, то и солнце взойдет, и мигранты не приедут. Я построю стену и подопру солнце этой стеной. Вот такой я молодец, голосуйте за меня. Вот. То есть сначала он продает вам угрозы, которые могут быть и несущественными, а могут быть нереальными. Это не важно. Важно, чтобы вы их купили. А потом он продает вам безопасность от этих самых угроз. Политик. Это очень частый прием любого публичного политика. И, наконец, есть риски. Риски – это уже ваше поведение, которое учитывает те или иные угрозы, которые, по вашему мнению, объективно перед вами стоят. У нас на самом деле еще идет и параллельный процесс. То есть индустриализация, индустрия, капитализм не просто увеличивает степень риска и снижает степень нашей защищенности, но в то же время снижает уровень угрозы и опасности, которые исходят от внешнего мира. Ну, то есть, грубо говоря, когда вы живете в деревне, может прийти медведь и вас съесть. А когда вы живете в городе, медведь не придет и вас не съест. Чумой вы не заболеете, оспой тоже вряд ли заболеете. Ну, смотря в каком виде вы живете. Ну, да. Я говорю уже про современное общество. Вот у нас есть коронавирус, но коронавирус это далеко не чума. От чумы мы научились спасаться. Мы научились спасаться от оспы, есть прививки, которые детям в школе проставляют. И слава богу, и надеюсь, что это продолжится. Может, когда-нибудь научимся работать и с коронавирусом, и с гриппом лучше, чем мы работаем с ними сейчас, повышается уровень жизни, растет количество добавочной жизни, условно. Ну, то есть, стали жить гораздо больше, чем жили наши предки. Да, дольше. Вот. И очень часто получается такая ситуация, то, что некоторые люди занимаются думскроллингом и преисполнены страхом и постоянно следят за всеми мировыми катастрофами и воспринимают их на свой счет. Да. Вот. И постоянно в этом смысле рискуют. То есть, учитывают этот риск в своем поведении. Вот. А есть люди, которым, наоборот, стало настолько скучно жить, что они сознательно подвергают свою жизнь риску, экстримам, экстремальными видами спорта и так далее, и тому подобное. Но этот риск работает так, что он максимально безопасен. То есть, ты одновременно как бы рискуешь собой и не рискуешь собой. Недавно был в этом, в веревочном городке. И там все сделано так, что ты, если очень захочешь упасть с дерева, мне не получится. То есть, это такая система с защитой от дурака. И вот на таких условиях мы позволяем своим детям как бы испытать адреналин от риска, который в действительности... Вообще не риск. Да. Это контролируемый риск, аттракционы. Точнее, не риск контролируемый, а опасность контролируемая. Да, именно так. И страховка. Это, может быть, даже, кстати, страховые компании сделали, чтобы не выплачивать ничего. Вы смотрели... Нет. Вы читали Черновик Лукьяненко? Мне кажется, это где писатель путешествовал по каким-то книгам своим? Нет? Или там, где Конец Света был? Я не помню. Человек путешествовал по различным мирам. Он был функционалом, он открывал двери в различные миры, и оказалось, что все эти миры были черновиками одного главного мира, который их создал для того, чтобы посмотреть, какие технологии приведут к развитию чего. Как это работает? Ну да. Правильные вселенные. И вот это как раз-таки метафора на то, что мы называем сценариями. Различными сценариями развития событий. То есть каждый раз, когда появляется новая технология, появляется большое количество людей, философов, писателей, фантастов в том числе, которые говорят, а что если вот это... Эту технологию применить. И там получается то, что если мы генетически будем усовершенствовать людей, например, об этом пишет Фрэнсис Фукуяма, который написал «Конец истории», то мы придем к тому, что возможно, если рыночными механизмами мы будем вот эти вот примочки и аугментации распределять, то мы получим не просто неравенство, а такое неравенство, которое будет совершенно невыносимо. То есть богатые люди которые и так считают себя лучше бедных будут не просто считать себя лучше бедных, а будут сильно лучше бедных. Выглядеть здоровее, красивее, успевнее. Да, да. И у них будут точно такие же дети, потому что они обладают этими капиталами. И получается, это неравенство будет закреплено генетически. Мы получим расу сверхлюдей, мы получим расу господ и остальных. Вот. И ты уже такой «А, так может быть...» нужно прежде, чем вмешиваться в геном человека, подумать, в каком обществе мы живем и каким образом эти генные модификации будут распределяться среди людей. А то звучит как-то паршиво. А получается, если сейчас остановиться и ничего не добавлять, не убирать из общества, то все риски останутся такими же и ничего не изменится. И новых рисков не будет появляться. Более того, мы не способны так сделать. То есть капитализм не так работает. В целом, вся наша хозяйственная система, она ориентирована на постоянный рост. Она не может остановиться. Это, в общем-то, невозможно. Маркс, кстати, забавно писал о том, что в капитализме существуют силы, которые работают над разложением самого капитализма. То есть капитализм работает над подрывом самого себя. Это похоже на ту логику, которую выдает Бек, что прогресс разрушает сам себя и в результате общество индустриальное переходит в общество риска. Но у Маркса были примеры, что с одной стороны семья – это ячейка общества, которая как бы оплот капитализма, хозяйствующая ячейка общества. С другой стороны, сам капитализм, во-первых, заставляет работать оба члена семьи. Соответственно, эти члены семьи не могут воспитывать своих детей. Детей воспитывает кто-то третий, няня. И в результате из семьи, которая была до капитализма, мы получаем нуклеарную семью. Семью, которая состоит из самостоятельных, самодостаточных индивидов. Ну и посмотрите на процент разводов и поймете минусы, в чем минусы нуклеарной семьи. Это рискованное предприятие, опять-таки. Раньше семья была возможностью узаконить и упорядочить сексуальную жизнь взрослых людей. Если говорить на социологическом таком языке. Сейчас же семья – это некоторый способ тоже вложения различных форм капитала, обмена. Мы, кстати, говорили про это, когда на подкасте про любовь. То есть любовь и становится конфлиентной. Ты любишь до тех пор, пока тебе это комфортно, образуешь семью до тех пор, пока тебе это комфортно. Естественно, ни о какой безопасности здесь речь не идет. Завтра кому-то что-то не понравилось, все, разбежались, до свидания. Могут половину квартиры отсудить. Вот от этих рисков нужно обезопасить себя. Вот практический совет. Брачный договор. Да, речь именно про это. И эту же идею подхватили левые и правые акселерационисты. Это направление в современной тоже социальной философии. Ник Сырничек с одной стороны это левый акселерационист. Что? Ник Сырничек? Сырничек. А вы вообще угораете над фамилиями? Сырничек? Сырничек. Ник. Сырничек. Сырничек. Ну, или Сырничек. Кому как удобнее. С-Р-Н-Ч. Да, там очень много согласных. Ник. И Том Оладушка. И правый акселерационист Ник Лант. Ник Сырничек говорит о том, что современные капиталистические современные капиталистические производства ускоряется постоянно. То есть, оно абсолютно непреодолимо набирает скорость и с этим невозможно ничего сделать. То есть, почему это плохо? Потому что нет никаких возможностей рационального планирования. Ускоряются постоянно все процессы в обществе, их невозможно рационально планировать. Ты планируешь одно, а во время того, как ты что-то планируешь, ситуация общественная изменяется настолько, что твой план не просто устарел, он вообще никуда не гонится. Не работает так. Да. То есть, например, ты фирма Кодек, и ты планируешь нарастить объемы предприятия, потому что сейчас очень хорошо продаются пленочные фотоаппараты, а потом появляется цифровая фотография, и не к тому ты готовился. То есть, пленки как таковой в целом уже нет как какой-то индустрии. Да, это что-то андеграундное для девочек синими волосами. Вот, да, и совершенно другие формы соответственно принимает. И бедная фирма Кодек, когда в моем детстве на каждом шагу было, знаете, проявочное, сейчас такого, конечно, нигде не встретить. Ты готовишься к одному, не успеваешь, и поэтому там сырничек предлагает новую гибридную форму плана, которая основана на бигдате, то есть, там, с помощью современных технологий сделать, там, условно, новый коммунизм. А правый акцелерационист Ник Ланд говорит что-то вроде пусть горит. Посмотрим, что будет. То есть, да, действительно, капитализм работает над разложением самого себя, но не нужно ничего с этим делать, потому что планировать все равно не удастся, это невозможно, пускай оно само все разнесется, сгниет, и посмотрим, что там дальше. И мы получим какие-то свои уроки, и будем двигаться дальше. Ну, или умрем. Это выживут. Да, да, именно. Такая ад на земле, бесчеловечный Ник Ланд. Если разбирать пример с кодеком, то есть, ни у кого не было даже понимания, что грядет такая технология цифровая? Или что это? Они не интересовались этим? Это невозможно было предугадать. Как они могли это предугадать? Даже если бы интересовались. Просто сидеть в Кремниевой долине и следить за каждой новой разработкой каждого ученого? А еще не факт, что это выстрелы. Типа, они изобрели, но электромобиль тоже был сделан сто лет назад первый. И водородный автомобиль был сделан давным-давно. И только сейчас вдруг, ой-ой-ой, появился чувак, который делает Теслу. И который делает... Маркетинг. Да, который делает клевый маркетинг. То есть, тогда появилась технология, и прикинь, какой-нибудь чувак такой, все, закрываем производство бензиновых автомобилей, делаем электро. И он тогда жестко всосал. Наверное, кто-то был. И на примере его, когда он жестко всосался, да, ладно, неважно, мы еще ничего не знаем про озоновые дыры. В целом, быстрее же ездят, правильно, и заправляются быстрее. И вот так оказалось то, что весь этот модерновый склад, что действительно нужно избегать издержек, нужно рационально планировать, всегда ждать какой-нибудь беды, но мы можем эту беду калькулировать, да, и, например, покрывать страховыми какими-то выплатами и так далее и тому подобное, и дальше, дальше, дальше подниматься по прогрессу, по прогрессу, по прогрессу бесконечно. Вообще 18-19 век это, конечно, века технологического прогресса, то есть там слепой верой человека в то, что все, что не делается, все к лучшему, и все как бы идет к лучшему из возможных состояний общественных. Под этим разное подразумевалось, кто-то подразумевал коммунизм, кто-то либерализм, кто-то там просвещение, просвещенную эпоху и так далее. То в 20 век оказалось то, что существуют пределы роста и именно то, что делает нас богатыми и счастливыми, делает нас бедными и несчастными. Это абсолютно одни и те же вещи. Мы точно не знаем, к чему все это может привести. А узнать мы это можем чаще всего только после того, как это что-то произошло уже ретроспективно. Потому что работать с рисками предполагает то, что в будущем наступит какое-то событие, которое может быть неприятно нам, но мы не знаем, наступит оно или нет. Ну и что мы, получается, какой вывод мы из этого делаем? Рискуй, потому что другого варианта нет. Не хочешь рисковать, а упускаешь потенциальную возможность. Риски останутся всегда, без риска жить невозможно, поэтому хочешь полноценную насыщенную жизнь, рискуй. Просто любое действие подразумевает собой опасность или риск, поэтому невозможно не рисковать. Посмотри на жизнь под тем углом, когда даже поход на кухню будет максимально рискованным занятием и получи свою долю адреналина. Не занимайся, хочешь заняться экстремальным спортом, посмотри на свою жизнь с другой стороны. В конце просто забыл выключить газ, ушел из дома. Ну, долго меня не было, может, полдня меня не было. То есть, я прям не выключил газ. Ух ты! И я прихожу домой... Он горел все это время или просто теплый? Нет, просто шел газ. Несколько часов, точно, несколько часов. Я не знаю, ходил я из дома или нет. Ну и все, у меня проветривается насквозь квартира, поэтому можно открыть в одной комнате в другой, и будет как бы сквозняк. Вот, я прихожу, думал покурить, вижу этот газ, и я такой, ну, надо проветрить. Я проветрил, а курить хочется. И я уже две минуты проветрил. Я помню, что я прикуривал с мыслью, ну, не так сильно я люблю эту жизнь. Я реально, я такой, я взял этот риск, я чисто такой, здесь не высоко, я подошел ближе к окну, я такой, ну, если меня вышибет, вижу, насколько я хотел покурить, что я был готов. Ну, меня выбросит из окна, третий этаж не очень высоко, чисто теоретически я могу выжить. Ладно, мне еще нравится, что мысли были сугубо о себе. Я-то, если что, я уже там вокруг. То, что дом может разнести или еще что-то. Ты как раз был в летящей комнате в этом сомнете. Этот выпуск уже вышел, поэтому мы свои риски уже оценили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие риски вас преследуют каждый день. Спасибо нашим супер симпам на бусте вот здесь появятся их имена. Вы помогаете нам расти и развиваться. Почти все деньги уходят обратно в подкаст на развитие и на оплату труда людям. Не нам. Спасибо, что позвали. Спасибо. И Севе привет. Спасибо, ПО- ! аsen